всем привет в этом видео я покажу один из способов закрытия петель иглой такой вариант закрытия имитирует наборный ряд у меня на канале есть уже видео где я показывала несколько способов закрытия петель иглой я оставлю на него ссылку и сейчас я покажу еще один способ он очень простой запутаться в нем в общем то невозможно есть разница только при закрытии петель провязанных классическим и бабушкины способом я покажу на образце все варианты я связала образец в котором сначала я провязала резинку 2 на 2 классическими петлями затем 10 петель лицевой глади из них 5 я провязала классическим способом 5 бабушкиным петлями и еще 12 петель резинки 2 на 2 уже бабушкиным способом и сейчас на всех петлях я покажу как закрывать таким способом и также в конце еще покажу как закрыть если вы я буду закрывать как при поворотном вязании и в конце покажу как закрепить если вы закрываете ряд по кругу после того как закончили вязание нить обрезаем и оставляем примерно 3 длины если пряжа толстая лучше оставить 43 длины того полотна которое вы закрываете я начну закрывать с петель провязанных классическим способом закрытие начинается со второй петли сначала мы вводим иглу во вторую петлю вот начало вязания вводить иглу нужно так как мы провязывали бы петлю то есть если у меня при классическом способе петли развернуты ко мне передней стенкой вот это я называю передней стенкой вот это я называю задней стенкой то есть перед спицы передняя стенка за спицы задняя стенка и так так как у меня как я сказала передней стенкой все классические петли повернуты я ввожу иглу так как я бы провязывала петлю я бы провязывала петлю вот так то есть за переднюю стенку именно так как я провязывала бы лицевую петлю и так и ввожу иглу ввожу иглу через внутрь то есть внутрь этой петли и протягиваю нить теперь нужно ввести первую петлю иглу но в нее нужно ввести иглу так как мы провязывали бы изнаночную петлю то есть у меня передняя стенка я бы провязывала изнаночную петлю вот так значит иглу ввожу именно так и петлю уже можно снять протянуть нить все в общем то это вот одно действие которое повторяется и повторяем во вторую петлю вводим за переднюю стенку центр петли вытягиваем нить в первую петлю протягиваем так как провязывали бы изнаночную петлю то есть к себе петлю снимаем протягиваем нить повторяю во вторую петлю ввожу от себя за переднюю стенку как я провязывала бы лицевую петлю во вторых теперь в первую петлю ввожу игла к себе так как провязывала бы изнаночную петлю и одновременно ее снимаем можно и на спице и и провязать мне так удобнее все повторяем во вторую петлю от себя в первую петлю к себе снимаем первую петлю петлю во вторую петлю от себя только смотрите чтобы она именно центр петли вошла не между петлями от центр петли в первую к себе и снимаем сейчас я резинку довезу от себя к себе от себя центр петли к себе в центр петли от себя себе вторую петлю можно немножко вот так подтягивать край от себя себе во вторую от себя первую к себе вторая от себя первая к себе дальше я пришла к лицевой глади лицевая гладь первые пять петель у меня провязаны классический способом то есть передней стенкой и и лицевую гладь закрываю также как резинку во вторую петлю пажу центр петли за переднюю стенку так как вязала бы лицевую и следующий вывожу из первой вернее вывожу петлю иглой к себе так как вязала бы изнаночную петлю и аналогично закрывается во вторую петлю от себя первая петля к себе во вторую петлю от себя первая петля к себе так что у меня здесь осталось еще одна петля за переднюю стенку также за переднюю стенку но к себе теперь у меня я пришла к петлям которые провязывала бабушки на способом в этом случае у меня петли лежат ко мне если считать их открытыми задней стенкой то есть вот эта стенка поэтому также если бы я вязала сейчас лицевую петлю на этой петле я бы спицу ввела вот так то есть за заднюю стенку и точно так же при закрытии будем иглу центр петли за заднюю стенку вот чтобы она прошла через петлю так как я вязала по лицевую петлю эта петля у меня еще была классическая поэтому я ее закрываю также за переднюю стенку иглу и к себе теперь у меня оставшиеся петли только бабушки на способом значит во вторую петлю ввожу так как я уже показала сейчас за заднюю стенку в центр петли так как вязала бы лицевую петлю и теперь вот эта петля у меня тоже уже бабушкина и я бы если бы вязала сейчас на ней изнаночную петлю я вела бы чтобы она не была перекручена била бы спицу вот так за заднюю стенку поэтому я точно также и ввожу иглу так как вязала бы изнаночную то есть всегда так первую вяжу первую как провязывали бы лицевую петлю вторую так как провязывали бы изнаночную петлю вторую я имею ввиду по порядку не по расположению то есть во вторую петлю вводим за заднюю стенку от себя в первую петлю вводим к себе тоже за заднюю стенку и снимаем повторяем за заднюю стенку от себя за заднюю стенку к себе центр петли за заднюю стенку к себе и снимаем еще одна осталась от себя к себе вот так можно даже на спицы провязать и только потом только потом ее снять так теперь у меня резинка бабушкина способом провязана при провязывании резинки бабушкина способом в лицевом ряду у нас петли в изнаночном ряду если резинку вяжем петли лицевые повернуты задней стенкой а изнаночной передней стенкой это всегда так если мы вяжем все петли бабушкиным способом так и закрываем сейчас у меня осталось вот от лицевой от лицевой глади одна петля провязанная бабушкиным способом а следуем следующая идет уже петля резинки это изнаночная петля у меня вот и она лежит передней стенкой поэтому в нее я ввожу иглу так как вязала бы лицевую петлю то есть центр петли за переднюю стенку а в лицевую петлю бабушкина ввожу центр петли за заднюю стенку игла к себе следующая петля у меня еще раз изнаночная резинка 2 на 2 у меня провязана и также ввожу за переднюю стенку иглу от себя следующая у меня петля была изнаночная тоже она повернута ко мне передней стенкой поэтому я ввожу иглу к себе но уже за переднюю стенку центр петли следующая петля идет лицевая бабушкина она задней стенкой поэтому ввожу иглу центр петли за заднюю стенку первая петля у меня изнаночная передней стенкой ввожу петлю игла к себе за переднюю стенку дальше 2 лицевые вот петли во вторую ввожу за заднюю стенку от себя в первую так как это лицевая за заднюю стенку к себе дальше идет изнаночная петля она передняя стенка ко мне повернута поэтому я ввожу иглу за переднюю стенку в центр петли как провязывала бы лицевую петлю лицевая петля за заднюю стенку игла к себе игла всегда повторяется от себя к себе от себя к себе разница только провязываем вернее введение иглы зависит от того какой стенкой лежит петля и все само движение иглы она повторяется всегда одинаково значит следующая изнаночная петля вводим за переднюю стенку первое тоже теперь изнаночная тоже за переднюю стенку следующая лицевая петля значит вожу за заднюю стенку от себя в изнаночную ввожу за переднюю стенку к себе следующая лицевая за заднюю стенку к себе дальше идут изнаночные значит в изнаночную ввожу за переднюю стенку от себя в лицевую за заднюю стенку к себе следующая изнаночная изнаночная за переднюю стенку к себе следующая петля идет лицевая ввожу за заднюю стенку от себя первое у меня изнаночная за переднюю стенку к себе следующая вторая лицевая за заднюю стенку от себя первое теперь лицевая за заднюю стенку к себе осталось две петли кромочная она провязывается изнаночной поэтому ввожу петлю иглу от себя за переднюю стенку первая петля лицевая за заднюю стенку к себе если мы вяжем закрываем вернее петли поворотными поворотным вязанием то следующее движение мы вводим иглу за переднюю стенку в кромочную и просто вытягиваем нить я сейчас это делать не буду чтобы показать как при поворотном вязание вернее при круговом вязание как закрыть вот вы если закрывали по кругу дошли до последней ли осталась одна петля ряд будет у вас соединен и вы находите первую петлю которую закрывали вот здесь была кромочная петля первая здесь ее трудно плохо видно а при круговом они будут все одинаковые так как там кромочных нет находите эту первую петлю и вводите в нее спи иглу так как провязывали по лицевую петлю так сейчас ее найду вот она чтобы она не была перекручена ввожу в нее иглу протягиваю нить и последняя петля на спице она была у меня изнаночная ввожу иглу за переднюю стенку к себе и все вот так ряд соединяется при круговом вязании здесь не будет никакой ступеньки вот такое закрытие так сейчас я распущу уже чтобы она вот такое закрытие при после вернее вток все хорошо расправляется и выглядит такой край так же как наборный край вот если сравнить наборный край и закрытый край они одинаковые выглядят одинаково еще такой момент если вы обычно я закрываю таким способом по лицевой стороне если вы вяжете например отворот резинку свитер то лучше закрывать это по изнанке если он будет отворачиваться здесь можно смотреть здесь принципе обе стороны смотрятся хорошо при закрытии при таком закрытии можно попробовать на образце и выбрать для себя оптимальный вариант вот еще раз покажу края сейчас она все закручивается потому что вытогоет это образец естественно не проходил после вытого все раз расправляется и такой аккуратный край получается закрывается петли одинаково и при поворотном вязании по кругу главное здесь учитывать только как расположена петля на спице то есть передней или задней стенкой надеюсь что видео оказалось для вас полезным большое спасибо за просмотр и до встречи моих новых видео